Друзья, всем привет! Сегодня представлю вашему вниманию такой очередной автомобиль из Европы. Это Renault Grand Scenic 4. Смотрим для клиента из другого региона, осматриваем, проверяем. Такой красивый белый цвет. Крыша у нас темного цвета, очень круто смотрится именно, наверное, с белым цветом. Крыша у нас панорамная, стеклянная. Сейчас все поступательно покажу. Комплектация у нас максимальная для Grand Scenic. Это Bose. Такие вот красивые LED-фары для Pure Vision. Полностью в рабочем состоянии. На LED-оптике машина совершенно по-другому смотрится. Более такая стильная, агрессивная, нежели на фоне как с галогенными фарами. Есть омыватели фар, что очень редко почему-то для этих автомобилей даже с LED-оптикой. Резина в отличном состоянии. Все четыре баллона абсолютно, ну, практически, так скажем, новые, с небольшим пробегом. Они все одинаковые. Фирма Michelin 2021 года выпуска. Такие вот большие 20-е колеса красивые. Тормоза у нас передние и задние в хорошем состоянии. Везде есть шильдики, значит, которые подчеркивают название комплектации. Bose. Это у нас семеместная версия с третьим рядом сидений. Очень легко из третьего ряда сделать достаточно большой багажник нажатием двух клавиш. Также можно с помощью этого пульта сложить еще и второй ряд сидений. Есть вот такой вот сабвуфер фирмы Bose. Дорожный набор. С легкостью также можно из большого багажника снова сделать семеместный автомобиль компакт-вэн. Вот так вот легко, то есть можно усадить еще двух пассажиров. Сейчас покажу салон. Салон у нас абсолютно выполнен из кожи. То есть вот так вот выглядит стильно все. На мой взгляд, очень интересная комплектация, потому что Bose бывает разный. Из полукожи, этот на полной коже. Также он с зимним пакетом. Есть премиальная музыка Bose. И комплектация, не ошибемся, тоже называется Bose. В хорошем состоянии сидения. Это у нас настоящая кожа. Боковины имеют небольшой износ. Все-таки автомобиль с пробегом. Такие вот большие капитанские кресла. Очень легко ехать на дальние расстояния. Видели, есть большая панорама. Ручка КП имеет такую алюминиевую накладку, большой планшет, куда выводятся все данные бортового компьютера. Также портроников и тому подобное. Есть ЖК-приборная панель. Вот так вот можно сделать, увеличить под ноги себе. Такие вот подушки выкладываются, таманки. Есть солнцезащитные шторки в задних рядах сидений. Также есть портативные столики, которые можно с легкостью разложить или сложить. Наверное, тоже будет удобная вещь для дальних поездок. Задний ряд достаточно просторный. Опять же, вот панорама. Очень светло в салоне с ней. В хорошем состоянии и с другой стороны. Задний ряд сидений. Вот так вот можно попасть на третий ряд сидений. Но это я не до конца просто отодвинул сидение. Двигается более дальше. И доступность во много раз больше, чем на видео. На третий ряд сидений. Значит, по лакокрасочному покрытию все в заводских нормах. Железо без окрасов. Подкапотное пространство у нас. Оптика у нас, так же, как и все стекла, оригинал. Соответствует году выпуска автомобиля. Никаких запотеваний тещей нет. Есть у нас проекция. Очень удобная штука. В поездке также на нее выводится чтение дар нужных знаков. По езде достаточно приятный автомобиль. Даже на 20-х колесах, на мой взгляд, он не жесткий. По трассе очень приятно машина двигается. То есть, никакой колейности она не ощущает своими большими колесами. Достаточно хорошо разгоняется. При этом расходует мало топлива. В принципе, наверное, буду заканчивать видео. У кого будут какие-то вопросы, задавайте, спрашивайте, звоните, пишите. Всем желаю хороших машин. Всем пока.